Чтение и конспектирование 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 Это чтение без концентрации внимания. То есть вы начинаете читать книгу, внимание ваше рассеивается, вы себя как-то там заставляете читать. Из этого ничего хорошего не получается. Но здесь мы специально намеренно сделали еще и третью проблему. Это интерес. Почему? Если вы сконцентрированы, значит вам интересно. Если вам неинтересно, значит вы быстро расконцентрируетесь. Итак, три проблемы. Первое – это воображение, это представить все то, что вы читаете. Второе – это концентрация внимания и вытекающая отсюда проблема интереса к чтению. Я понимаю, детективы читать всем интересно, а специальная литература такого интереса не вызывает. Вот как сделать так, чтобы было интересно, вот об этом, как говорится, там большой раздел в видеокурсе есть. Третий вопрос. Поможет ли видеокурс при подготовке к экзамену? Конечно, поможет. В конце концов, в экзамене вы готовитесь по книгам, по своим конспектам. А если у вас конспект неудачный, если вы в нем разобраться не можете, если он там, ну, знаете, так, как обычный конспект, или что там не найдешь ничего, где-то какие-то пометчики, заметочки, мелким почерком, где-то какие-то пропуски, сокращения которых вы уже забыли и так далее. Вот, то с точки зрения повторить материал по нашим конспектам, вернее, по тем конспектам, которые вы научитесь делать с помощью видеокурса, проблем не возникнет. И опять же, стратегия работы с литературой. Как делать так, чтобы вы читали литературу, и это было максимально эффективно? Естественно, когда вы готовитесь к экзамену, вы читаете, вы конспектируете, вы просмотрите конспекты. И поскольку вы после нашего видеокурса сможете делать это гораздо эффективнее, то, само собой, что помощь будет очень существенной.